ЛНР и ДНР согласились перенести выборы И, похоже, Киеву все же придется выполнять то, что скажут Меркель и Олан Что может заставить стороны идти на взаимные уступки Для чего понадобилось брать тайм-аут в вопросе проведения выборов И чем все закончится Экспертным мнением с накануни ТВ поделился украинский журналист, блогер Михаил Ануфриенко Самое смешное, что ни одна из сторон, по сути, этого не хочет Сейчас все участники Нормандской четверки продавливают из Киева и в республиках Вариант объединения на каких-то формально устраивающих международную общественность компромиссы Причем эти компромиссы, если они будут реализованы, фактически ведут к уничтожению, собственно говоря, Украины как государства Вот это поворот Сохранить государство, пресечь войну для того, чтобы довести страну до уничтожения? Эксперт уверен, ситуация безвыходная Умирающий режим долго не протянет и только его нацистские штыки держат Украину в ее нынешнем Едином виде Как только штыков не станет, этот процесс повлечет за собой принятие особого статуса Как Донбасса, так и многих других областей От Одессы до Харькова и далее раскол Украины Но вот удастся ли заставить Киев пойти на это? Я думаю, что да, заставят те, скорее всего, сейчас достигнуты сепаратные уличные переговоры Спор идет не о тыньце, что будут две Украины, а о том, где именно будут проходить границы Какие именно области, куда отойдут? Пауза взята для того, чтобы действительно по обе стороны фронта избавиться от лишних людей Если мы посмотрим на произошедшее 4 сентября в Донецке, то мы фактически увидим, что убрали идейного человека А поставили управляемого со стороны Киева и, скорее всего, уберут сначала правительство Яценюка Потом, устроив выборы парламента, приведут в них людей из оппозиционного блока, те же регионалы В Европе такой режим, как сейчас на Украине, не нужен Они пытаются создать образ псевдодемократической Украины И поэтому там сейчас гонение на радикалов Эксперт уверен, это не Россия сливает Донбасс Это вся нормандская четверка сливает единую Украину Это слив единого государства Украины И фактически в формате все четверки Это будет затянувшийся процесс В последствии которого в следующем году в какой-то момент, когда будет смена правительства проведена А уже есть доклады ООН о массовых преступлениях сторонников хунты Они скажут, мы же не думали, что это системный характер Это очень плохо И в итоге пройдет переформатирование власти в Киеве В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ Подписывайтесь на канал Накануне ТВ И смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» Продолжение следует...